Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас снова Лена Хэппи, которая вчера на День Святого Валентина, на День Всех Влюбленных, провела прямую трансляцию с улицы, из машины, как обычно, не доехав еще до дома после работы, и рассказала нам, кто же ее поздравил с Днем Всех Влюбленных, а кто не поздравил. Ну, обо всем по порядку, и начнем давайте с Селима, который забыл поздравить Лену с этим праздником. Про подарки я вообще молчу, он даже не поздравил ее Валентинкой в виде смс-сообщения. Лена не поняла юмора, ждала-ждала, но потом все-таки решилась написать Селиму и спросить, а где же Валентинка? Где смс-ка со словами любви и вечной преданности? Но Селим ответил, что день еще не закончился, и вскоре от Селима все-таки пришло очень длинное сообщение, Лена нам его не зачитывала, но сказала, что была довольна прочитать то, что Селим ей пожелал. Вообще Селим сейчас в таком состоянии, ему не до Лены, он все время страдает, все время плачет, в общем, такие времена сейчас тяжелые, что не до Лены, короче говоря. А Лена все ждет любви, слава богу, что под боком есть родни. И вот с родни они как раз-таки обменялись подарками на День Святого Валентина, на День Всех Влюбленных. Ну, Лена завезла родни подарки заранее, заблаговременно, привезла она ему печенье в шоколаде и коробку шоколадных конфет «Мерси» — специальное издание ко Дню Всех Влюбленных. Лена как бы символически выражает свою благодарность родни за все то, что он для нее делал, делает и будет делать. Родни обрадовался, Родни любит сладости, и Лена решила завести все это заблаговременно, чтобы он свеженькое поел и остался довольным. Родни же, в свою очередь, вручил Лене пакет, в котором было две коробочки. В одной коробочке была камера, которую Лена прицепит на нос машины. Помните, Лена рассказывала, как она ехала по дороге, никого не трогала, а ей навстречу вылетела скамейка и приземлилась прямо перед нею, и ящик из-под пива. Родни, когда услышал эту историю, решил, что Лене нужна камера, которая будет работать, пока Лена едет, в случае чего, если что-то там опять приземлится и упадет, это все будет зафиксировано камерой. Правда, изображение нечеткое, говорит Лена, но тем не менее, вот Родни позаботился о том, чтобы были доказательства всему происходящему вокруг Лены. Ну и во второй коробочке была кружка. Чашка, большая очень чашка, с надписью, напоминающей Лене о том, что она осом. Нет, это нематерное слово. Осом изначально по-английски означает устрашающий. В основе этого прилагательного лежит слово о, то есть благоговение, трепет, что-то вызывающее трепет. Но в современном, особенно американском варианте, это означает потрясающий, потрясный в разговорном таком языке. Да, Лена нас потрясает, Лена нас сотрясает, иногда даже встряхивает. Так и в этот раз Лена рассказала нам, конечно, о том, что школа ее выбивает из колеи, трясет ее так каждый день, что она не уверена, доживет ли она до конца учебного года. Все плохо, работа адская, адовый труд учителя, несмотря на то, что дети все равно ангелы, дети все равно вселяют в Лену надежду, но сам труд учителя очень даже разочаровал Лену Хэппи. И я так понимаю, что Лена уже нас готовит к тому, что, возможно, она соскочит с этой своей работы. Все не так, все не эдак. Кстати, Лена купила книгу по класс-менеджменту, которую порекомендовала ей одна коллега. В этой книге есть главы, которые Лена должна изучить. Главы относительно того, как управлять классом, как приводить детей в чувства, чтобы они не кричали, не орали, чтобы они не игнорировали Лену, потому что Лена каждый день возвращается домой измотанная и сама себе не хозяйкой. То есть вот она заходит в квартиру и сразу же обрушивается на кровать и храпит до следующего утра. А потом утром в 7 часов еле-еле продирает глаза. Очень сложно дается Лене такая вот работа. И, как я уже сказал, мне кажется, Лена готовит нас к тому, что, скорее всего, она даже и не задержится в этой школе. Почему? Да потому что ни с того ни с сего Лена снова стала уж очень активничать на своем YouTube-канале. Умри, ну дай, как говорится. То есть уставшая, не уставшая Лена включает прямой эфир, причем из машины не доезжает до дома. Я понял, почему. Да потому что, если она зайдет домой, то прямого эфира уже не будет. Она рухнет и захрапит. А пока она не доехала, пока она сидит на свежем воздухе, на улице, она проводит из последних сил прямую трансляцию, потому что не уверена, задержится ли в школе, а нужно, как говорится, подстелить соломку. Будет, по крайней мере, снова раскручен YouTube-канал. А ведь вы помните, какие песни нам Лена пела перед тем, как устроиться на работу? Все! Я вас тут оставлю без контенту. Теперь у меня есть настоящая работа с учительской зарплатой. Теперь на YouTube-канале я буду только рассказывать то, что хочу, буду время от времени выходить в свое удовольствие, а сейчас уже все по-другому. Ни в какое удовольствие Лена не выходит, а наоборот, говорит, уставшая, не уставшая, разваливающаяся, но прямую трансляцию должна провести, потому что другой никто мне не поможет. То есть Лена готовит почву к тому, что, возможно, она в школе не продержится. И Лену, кстати, спросили на прямой трансляции, в комментариях, по-моему, Саша в белых штанах, мол, а какой у вас план Б? Ну вот, предположим, со школой ничего не получится в этот раз опять. Какой у вас план Б? Лена говорит, что нет никакого плана Б. У нее было два основных плана. Первое, это медсестра, и она поступила, но решила не идти по этому пути. И второе, школа. Опять же таки, Лена прошла, как говорится, окольными путями, продралась на должность учителя, хоть и на временную, но и тут что-то пошло не так. И вот теперь Лена сидит и говорит, вот она произнесла такую фразу, я ее даже подчеркнул в своих конспектах, тяжело, говорит, мне настолько, что я несчастлива. Лена несчастна. И это чувствуется. Это видно в ее погрустневших глазах. Нет того азарта, нет пальцев веером, да, как было поначалу, что да вы мне не верили, а я попала в школу. Но вы знаете, попасть это одно, а продержаться это совсем другое. И чувствуется, что Лена, конечно, выдыхается, сдувается. И как бы очень сложно вот в такой ситуации, когда нет плана Б. Но тут, конечно, Лена немножко преувеличивает. У Лены есть, как говорится, запасной вариант. На улице под мостом Лена не останется. Почему? Да потому что есть Родни. Вы обратили внимание, что в последнее время Родни все чаще и чаще стал всплывать в рассказах Лены Хэппи. Лена к нему заезжает. И на стейки Родни жарит для нее стейки. И завозит ему какие-то лакомства. Даже ненадолго, но все равно заезжает, оставляет какие-то подарочки, напоминает о себе, чтобы Родни не расслаблялся, чтобы Родни ее не забывал. Потому что возможно, что сложится в жизни такая ситуация, когда Лене придется, как той самой лисичке, попроситься на ночлег. Возможно, не в дом, пропавший нафталином. Домик на болоте нет. Этот домик ей нафиг не сдался. Но у Родни есть квартира, к приобретению которой и Лена приложила руку. Да, квартира была раздолбанная, но сейчас ее отремонтировали. Она чистенькая, аккуратненькая и возможно Лене там еще удастся пожить. Хотя Лена полностью отвергает такую мысль, но тем не менее, никогда не говори никогда. Родни, как ни крути, является неотъемлемой частью жизни Лены во Флориде. И когда у нее проблемы, первым делом она думает о Родни и звонит Родни. Например, когда к ней подкатили на парковке шарлатаны с большой дороги, предложившие ей починить автомобиль, она первым же делом набрала Родни. То есть без Родни Лена никуда. Родни является неотъемлемой частью ее существования в Америке. Соответственно, Лена вряд ли останется, конечно, под небом голубым. Кстати, Лену спросили, где же она знакомилась с мужчинами. Вот тогда, когда она с Родни познакомилась, она же была еще на одном, по-моему, свидании до Родни. И Лена сказала, что знакомилась она на сайте Silver Singles. То есть седовласые, одинокие мужчины на этих сайтах тусуются. Это, конечно, очень странно, потому что, если учесть, что Лене все-таки нравятся молодые мужчины, помоложе, и Вильям был помоложе, о Вильяме мы сейчас еще скажем, потому что и его Лена тоже упомянула во время прямой трансляции. Но непонятно, почему Лена пошла на сайт, где собран контингент из взрослых, престарелых уже мужчин, где она и выцепила, кстати говоря, Родни. Это, конечно, интересно, потому что в свое время Галина Смит рассказывала, что из своего Лэри она нашла на этом же сайте знакомств. Кстати, Галина Смит ругала этот сайт, говорила, что он дохлый, там никакой движухи, плохой выбор, интерфейс плохой. Ну, вот как-то все равно она нашла там Лэри, и Лена как-то нашла там все-таки Родни. Но это все в прошлом, говорит Лена, я сейчас же не могу ходить на свидание, у меня же есть мужчина. Это к тому, что Лене предлагают разные варианты развития канала. То есть люди потихонечку стали уже свыкаться с мыслью, что учителем, скорее всего, Лена не станет. Такие настроения сейчас на канале Лены, что, возможно, она и не продержится в школе, и поэтому Лене как бы предлагают вариант развития канала, какие-то темы, потому что Лена же говорит, что Ютуб-то она хочет канал свой развивать, но нечего рассказывать. Об этом я не говорю, это я не рассказываю, сплошные запреты. Ну, а для того, чтобы канал развивался, нужно подкидывать какую-то интересную информацию. И Лене предложили, вот, например, свидание с американцем. Да? Ну, Лена говорит, не могу на свидание, у меня же есть молодой человек. И тогда Лене сказали, знаете, что, Лена, самые лучшие отношения у вас все-таки были с Вильямом. Он такой живчик, у вас была какая-то движуха на канале, вы как двое из ларца бегали, там что-то суетились, все опять через одно место, но тем не менее, все это было интересно наблюдать. И тут Лена, конечно, не выдержала и сказала, вы знаете, а когда я была с Вильямом, вы нас так обсирали, вы нас так ругали, и это правда, я помню, что к Вильяму было очень негативное отношение. Может быть, потому что он кубинец, считалось, что он не дотягивает до уровня американцев, что он немножечко примитивный. Но мне Вильям, если честно, всегда нравился, я никогда о нем ничего плохого не говорил. Но, что меня удивило в ответе Лены во вчерашней прямой трансляции, так это то, что Лена, поджав губки, сказала, нет, все-таки Вильям не дотягивает до уровня моего нынешнего парня Селима. Вильям в интеллектуальном плане не дотягивал. Понимаете, с Вильямом мы не могли обсуждать какие-то высокие материи, вести интеллектуальные беседы, а вот с Селимом это совсем другое дело. Селим так начитан, Селим так хорошо образован, что с Селимом, и я уже это добавляю от себя, наверное, они долгими вечерами в отелях, на съемных квартирах, на съемных углах сидят и обсуждают какие-то великие материи, ведут интеллектуальные беседы, философствуют. Понимаете, Селим же приводил в дом какого-то друга, философа, религиозного деятеля, и вот они обсуждали очень высокие материи, и, видимо, Лена решила, что Селим это совсем другой интеллектуальный уровень, и Вильям в интеллектуальном плане Селиму вообще не годится в подметке, но, тем не менее, у нас налицо результат. Селим живет у мамы, всех там содержит, слава богу, молодец, хороший сын, но на Лену не тратится. Лена сама себе покупает все, что ей нравится, все, что ей хочется, в том числе и расположение Селима. Я на этом настаиваю. В случае же с Вильямом мы прекрасно убедились, что он может жить один без Лены, и прекрасно он со всем справляется, и обеспечил он себе прекрасное существование, под Майами, так как и хотел. Есть у него своя двухкомнатная квартира, ну пусть даже съемная, тем не менее, в хорошем районе, значит он может себе это позволить. Есть у него и работа, и не сидит он на засанном матрасе, увешанный золотыми цепями и в белой майке без рукавов. Как почему-то рассчитывала Лена, что он без нее вообще никуда, этот Вильям, он даже слова не может по-английски сказать. А тут на тебе, сюрприз, Вильям оказывается прекрасно живет и поживает, счастье наживает, а Лене не вспоминает. Да, Вильям не вспомнил о Лене на день святого Валентина, не прислал ей ни слова, ни полслова в виде смс, и Лена как-то даже отрешенно по этому поводу высказалась, но в принципе она ничего особенного и не ожидала. Кстати, нужно сказать, что Лена купила себе еще подарочки на день святого Валентина, то есть в принципе мужчины ее не балуют, кроме родни, но сама она себе купила подарочки, помимо книги по класс-менеджменту, она купила себе кошелечек, портмоне, куда помещается, паспорт, а также два микрофона, один для прямых эфирах, а второй в класс. Ну а самое главное, Лена заказала себе опять же таки на Амазоне коробочку для ланча, какую-то новую коробочку, дорогую, прорезиненную, чтобы ничего из нее не вытекало, Лена любит вообще покупать вот такие вот коробочки, вилочки, какие-то пластмассовые ложечки, помните, она нам демонстрировала, как она все это закупала в свое время, тоже на Амазоне, эти вилки, ножи, ложки, баночки для супа, но вот почему-то ей захотелось купить более качественную коробочку, вроде как она что-то там носила в школу, и у нее все пролилось в этом саквояжике, где хранится у нее все, и книги, и компьютер, и, конечно же, еда. Опять зашел разговор об операции, Лена говорит, что в Турции ей будет это стоит 5000, но поскольку в Америке какую-то часть заплатит страховка, то в Америке, наверное, это будет сделать дешевле, однако, если Лена не задержится в школе, то, конечно же, страховки у нее не будет, потому что, если она перейдет на должность помощника учителя или учителя заменяющего отсутствующего, то страховка там не предполагается, и, кстати говоря, еще одним разочарованием относительно школы у Лены явился тот факт, что им не оплачивают каникулы, но это она вроде как знала, и второе, им не оплачивают какие-то непредвиденные дни, вот, допустим, был ураган, и они не выходили на работу, и Лена почему-то подумала, что эти дни им оплачивают, но потом, когда она получила все свои бумажки, выяснилось, что эти дни не оплачиваются, а им просто нужно будет их отработать во время каникул, например, да, вот будут каникулы, но те дни, которые они пропустили во время урагана, они должны будут отработать во время каникул, в общем, какая-то такая система, меня, если честно, конечно, удивил тот факт, что каникулы, летние каникулы, Лене не оплачивают, потому что я знаю, что учителям каникулы все оплачивают, а Лена настаивает на том, что она настоящий теперь учитель, однако, я понял, ее взяли по-хитрому, ей сделали контракт до летних каникул, то есть контракт истекает до начала летних каникул, соответственно, летние каникулы ей уже оплачивать не будут, меня интересует тогда вопрос, а чем будет Лена заниматься три месяца? Если три месяца ей не оплачивают, наверное, она должна подыскать какую-то работенку на эти три месяца. Она же не сможет, наверное, прожить на деньги от Ютуба и на бусики. Кстати говоря, Лена сказала, что вот единственная надежда у нее на то, чтобы выжить и на то, чтобы раскрутить канал, это создать, наконец-таки, начать эпопею «Семья по приезде Селима». То есть Селим приезжает в Америку, и с первого дня они начинают снимать видео для Ютуб-канала под названием «Эпопея. Семья». Как у них складываются отношения, как все развивается, ей кажется, что на нее сразу начнут подписываться. Если честно, я считаю, что Лене, если в Селим все-таки доедет до Америки, и они начнут снимать эпопею «Семья», им нужно параллельно открыть канал на английском языке. Да, пусть это будет тык-пык, но Лена ведь сможет сделать подтекст. Лена же хорошо владеет языком. Да, вместе они разговаривают на каком-то ужасающем английском языке, Лена специально говорит все неправильно, чтобы Селим мог ее понять. Но она сможет сделать подстрочник, и тогда, возможно, ее начнут смотреть и из других стран, люди, владеющие английским языком, и, возможно, она сможет раскрутиться еще и в плане международном. То есть, мы-то ее будем смотреть. Но, наверное, нужно расширяться. На 90 дней невесты они вряд ли уже пойдут, а может и пойдут. Тогда, конечно, и не нужно будет создавать отдельный канал на английском языке. В общем, посмотрим, что будет. Ну, а пока Лена несчастна. Лена понимает, что дело пахнет керосином, что школа, скорее всего, это не ее. Никогда она так не упахивалась за семь лет проживания в Соединенных Штатах Америки, как она упахивается сейчас, работая в школе. Вот такое заявление сделала Лена. И, как я уже сказал, Лена готовит нас к тому, что, возможно, эта эпопея под названием «Школа» не продлится 10 лет, как то было задумано, чтобы успеть заработать пенсию. Возможно, все закончится гораздо быстрее. Но поживем, как говорится, увидим. На этом у меня по Лене Хэппи все. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пишите. Благодарю всех тех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайк. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.